Певица из двух столиц, с одинаковой любовью поющая о московских пробках и питерской непогоде. Хрупкая и романтичная, но с волевым характером. Рядом со мной настоящий марафонец, автор «Гимна всех бегунов». Солистка группы «Кудри» Маша Кудрявцева. Маша, здравствуй, большое тебе спасибо за эту встречу. Я очень рада буду познакомиться с тобой поближе. Взаимно. В одном из интервью я прочитала о том, что твоя первая песня буквально была написана на слабо. Сегодня у тебя в кармане замечательный дуэт с солистом группы «Ронда» Александром Ивановым. У тебя есть золотой граммофон как раз за авторство. Вот сколько понадобилось времени, чтобы к своему таланту начать относиться серьёзно? Да, действительно. Сначала ты это делаешь на слабо, потом ты это делаешь на слабо с самим собой. Потом ты это делаешь просто потому, что ты не можешь этого не делать. А потом ты думаешь, а может быть это кому-нибудь интересно. И действительно приходит какой-то запрос, и ты просто начинаешь действовать как ответ на этот запрос. И когда ты понимаешь, что кому-то это интересно, что приходят какие-то люди к тебе на концерт, что какие-то люди хотят петь твои песни, и так и думаешь, а может и не надо сидеть в офисе, может быть и не надо бумажки перебирать, может и надо песни писать. Кто сказал, что там одна профессия это серьёзная, а другая это несерьёзно? Вот, и поэтому вообще серьёзность это такое понятие очень относительное. Вообще к себе серьёзно относиться не стоит в любом случае. Но если ты понимаешь, что что-то происходит не зря, надо просто продолжать это делать. Здесь, мне кажется, всё очень индивидуально. Если в зале у тебя есть 30 мест, у меня была первая площадочка, где я концерт давала, там было 30 посадочных мест всего, и там все сидели вот так вот. Это был вообще мой первый концерт. Я дрожащим голосом, еле-еле попадая по струнам, играла свой первый концерт, и люди уходили в приятном шоке. И я была в приятном шоке, как это могло вообще получиться. Я же обычный налоговый консультант, который пишет песни с обратной стороны в своего рабочего блокнота. Просто когда ты понимаешь, что есть какая-то отдача, ты начинаешь это делать больше. И в конце концов перевешивает одно другое. Раз мы потихоньку начали некий такой фидбэк, Так, вот расскажи, пожалуйста, как происходил сам переезд в Питер? Потому что я знаю, что ты из маленького городка Саров, да? Туда невозможно попасть, потому что он закрытый. Поэтому некоторые такие, типа, ой, я никогда не был. Я бы удивилась, если бы был, потому что там все закрыто, туда можно только по приглашениям, по рабочим, по родственным. И даже много лет на карте этого города не было. Это был маленький закрытый городок, меньше 100 тысяч человек. Я росла в полной семье. И у нас всегда были там бабушка, дедушка, папа, мама двоюродные. У меня есть три сестренки, один брат. И все это мы росли вместе, в пятером. И действительно, в нас заложили очень какие-то правильные ценности. То есть для меня вот по-прежнему семья – это высшая ценность. И каждый раз, когда... Вот мы сейчас разъехались все по разным городам и даже странам. Одна из моих сестренок живет в Китае уже больше десяти лет. И каждый раз, когда есть возможность где-то пересечься, в каком бы то ни было городе, мы обязательно это делаем. Родители работали на военную промышленность нашу. Не военную, а ядерную. У нас там институт ядерной физики. И, конечно же, город этому всему подчинен. И мы с сестрой учились в физмат-лицее. И мы тоже прямой дорогой должны были попасть в эту отрасль. На самом деле, переезд-то мой был не в Питер, а в Москву. Потому что 12 лет я прожила в столице. Я снимала буквально койку в центре города, так получилось. Прямо напротив Гнесинского училища. На Поварской улице. Сейчас всегда, когда я туда возвращаюсь, у меня такая ностальгия. Ну, я отучилась 5 лет на экономической специальности. Уже тогда там начала писать песни. По-моему, на третьем курсе. Я, на самом деле, поздний автор. Я не из тех, кто в 4-м классе написал свою первую песню. Там в 8-м уже ее продал. Там в 9-м Паша поехал гастролировать. Нет, я такой поздний персонаж. И даже это как-то на моей жизни на всей отражается. Потому что есть, знаете, такие спринтеры, есть марафонцы. Есть те, у кого быстрый результат, быстрый старт. Как бы куча событий, яркая такая жизнь. И, может быть, они быстро там сдуваются, затухают. Я такой более медленный персонаж. Поэтому я и поздно начала. И особо не тороплюсь. И, буквально, поработав несколько лет на бизнес-леди, я решила все-таки сменить курс. Потому что очень не хотелось перестать обманывать себя и других. Чем, в общем-то, многие люди занимаются всю жизнь. И это очень грустно. Потому что кажется, как будто у нас нет выбора. Но у нас всегда есть выбор, самый главный. Мы всегда должны выбирать себя. Маску на себя, шапку на себя. Потом все остальное. И в этом смысле то дело, которым ты занимаешься каждый день, оно самое определяющее. От этого зависит, насколько ты раздражен или спокоен. Насколько ты наполнен или опустошен. И так далее. То, чем я занималась, оно, конечно, может быть, и приносило деньги. И даже какие-то связи. И что-то там было, какая-то перспектива. Но я понимаю, что это такой самообман. И лучше это прекратить. И я ушла в никуда. То есть тебе понадобился такой отдых перед тем, как сделать музыкальный рывок? Конечно. Ну, то есть я уже во время работы начала потихонечку выступать. Конечно, это было там не особо ради денег. Но, тем не менее, просто проверить. Опять же, себя на слабо взять. Могу, не могу. Вроде какие-то первые шаги были достаточно удачные. Но я понимаю, что все равно это такой путь неочевидный. То есть, грубо говоря, когда ты идешь на работу, ты заполняешь резюме. Ты подходишь или не подходишь. Там проходят собеседование. И ты по каким-то критериям, тебя выбирают или нет. Ты там работаешь, сколько ты лет, у тебя карьерный рост. Ты более-менее знаешь, тем более в большом городе, чего ты можешь достичь. Как ты можешь там скорректировать свою карьеру. В этом же деле это абсолютно такая пустыня, в котором ты можешь просто кричать «Ау!». То есть, там совершенно непредсказуемый результат. Поэтому я решила ничего от себя не ждать. Просто начать жизнь с нуля. Начала там преподавать то, что я могу преподавать. Как-то потихонечку. Но надо же было где-то деньги брать. Потом вот собрала группу. Я знаю, я собрала музыкантов по концертам, как ты сказала. Тщательно подходя к отбору. Не то, чтобы я прям устроила себе там такой внутренний кастинг и там задалась целью собрать там лучших музыкантов. Но у меня было такое, что если я вдруг попадаю на концерт и вижу человека, который играет вот так, как мне нужно, я обязательно к нему подходила и давала свои контакты. И я вот чувствую, хочу я с ним играть или не хочу. И с кем хочу всегда, в общем, связывалась с ним. И так или иначе, в какой-то части пути мы проходили вместе. Составы много раз менялись. И сейчас очередной там какой-то этап. Три года назад я переехала, собственно, в Санкт-Петербург. И до сих пор с некоторыми ребятами вот из Москвы у нас осталась связь. Я их очень за это ценю. Потому что стоит мне приехать в Москву и объявить концерт, мы обязательно собираемся. Интересно. Есть певицы, как мы их называем технари, да? То есть когда вот от слова техника, которые восхищают просто своими мелизмами, но вообще не трогают душу. У тебя как-то по-другому певица настроение. К тебе хочется идти, как мне кажется, да, народу. Вот как раз отдохнуть и получить это настроение. Это та задача, которую ты ставила перед собой? Или есть какие-то такие творческие амбиции, как раз-таки вобрать эту технику, да? Возможно, получить ГРМИ. По поводу техничных исполнителей, действительно, я себя не отношу к таким, несмотря на то, что я очень много в этом уже понимаю, очень много лет занимаюсь. У меня было 8 педагогов по вокалу. Я продолжаю заниматься каждый день. У тебя особая техника, это чувствуется. Я не хотела ни в коем случае обесценить какую-то индивидуальную подачу. Просто больше как раз уклон на то, что... Не про децибелы, не про мелизмы, действительно. Вот знаешь, когда у человека есть послание, какое-то внутреннее, месседж, людям становится неважно, какая у человека техника. Потому что вот все мы знаем Боба Дилана, да? То есть Боба Дилан – персонаж, у которого диапазон, ну, может быть, октава максимум. Но он великий. Просто потому что он там в своих там 5-7 нотах просто вот доносит до нас все, что он хочет сказать. И его слушаешь вот так вот, с открытым ртом. Тем более вот на Западе там, если мы там не всегда можем понимать, о чем человек поет. Те же наши, Аку Джава, да? То есть если есть месседж, никого не волнует твоя техника. Если у тебя нету вот этого послания внутреннего, то что ты хочешь сказать? Ты вынуждаешь публику судить только по твоим техническим данным. Именно поэтому очень много очень хороших таких вокалистов техничных, но они никому не известны, потому что просто они еще не взрастили в себе то, что они хотят донести, да? Для чего они здесь? Потому что главная задача, наверное, любого исполнителя – ответить себе на вопрос «Зачем?» «Зачем я здесь?» То есть я периодически… И, кстати, это «Зачем» может очень даже меняться в течение времени, в течение творческой жизни. Мы растем, мы меняемся. Если ты свое «Зачем» видишь в том, чтобы просто там идти, сиять там и любить меня все, может быть, в какой-то период времени это тоже будет прокатывать. Но потом люди тянутся к чему-то более нужному, настоящему для себя. А какие еще встречи, какие еще события ты могла бы назвать реально какими-то переломными, судьбоносными? Вот когда ко мне обратился Митя Фомин за песнями, я просто записала все, что у меня было там дома под гитару. И я часть песен просто туда записала, ну, чтобы было что-то вот на диске там, там песен 10, потому что было песен не очень много, ну, какие-то я там записывала дома. И вот он там захотел там половину из них, причем некоторые из них я, ну, вообще не ожидала, до кучи закинула. И я поняла, что действительно вот даже в шоу-бизнесе, вот в этом унца-унца, есть люди, которые могут услышать вот в этом немножечко неотесанном таком домашнем творчестве, вот этот месседж, вот это послание, и захотят его передавать дальше. Да, там можно по-разному к этому относиться, что там типа вот, там попса, там да ты работаешь с попсарями. Я никогда вот не разграничиваю эти жанры, потому что в каждом жанре есть очень достойные люди, и их есть за что уважать. Вот, и, конечно, вот это вот наша встреча и работа, и то, что вот одна моя песня получила золотой граммофон, это было так интересно, потому что это произошло достаточно быстро. То есть, не знаю, может быть, многие авторы идут к какой-то такой вот цели годами. У меня это был просто вот первый же заход. Вот. Другое дело, что второй, третий, там это все вот автоматически не работает. То есть это каждый раз с нуля, каждый раз с нуля. Вот. Как это? Если ты в ней не гребешь, лодка не плывет все равно. Вот. Какие еще события? Ну вот как раз поездка в Америку, я бы вот ее назвала такой очень... Я не скажу, что она переломная, да, потому что все равно любой опыт нас чуть-чуть меняет, чуть-чуть корректирует. И там ты понимаешь, что да ты или не туда. Вот. Ну, конечно, переезд в Питер тоже был очень таким важным событием, потому что я ни при каких условиях не хотела здесь жить никогда, потому что я слишком любила этот город. Ну, до сих пор люблю. Почему же? Почему же я говорю в прошлом? Но любила именно так, чтобы ни за что не делать это своими буднями, ни за что не привыкать, ни за что не... как сказать, не делать из этого рутину. Вот. Ну, за три года, уже больше трех лет, я по-прежнему здесь хожу и просто хочется кричать от восторга. Здесь мои песни стали спокойнее, здесь песни мои стали лиричнее. Хотя я и так лирик, в общем, до мозга костей, но я здесь перестала делать какие-то неправильные движения, не перестала суетиться. Просто вот полыву по волнам вместе с небой. Ну, и об одной из твоих самых лиричных песен я тоже спрошу буквально чуть позже. Пока хочу вернуться к самым таким судьбоносным событиям. Одно из них, мне кажется, для женщины это одно из самых важных событий. Свадьба. Ты приурочила к спортивному марафону. Ты решила, кстати, для тех, кто не видел, «Бегущая невеста, не пожалеете, потому что такое видите не каждый день, это точно». Ты решила все в такой форме сделать, да? И, конечно, у многих наших зрителей тоже напрашивается такой вопрос. Это хороший такой пиар-ход и замотивировать на бег, потому что здесь, как на войне, все средства хороши, знаешь? Или это реально сбывшаяся мечта? Это получилось настолько естественно, потому что и я бегаю, и жених любит бегать. А, то есть уговаривать каким-то образом на такую авантюру не нужно было? Нет, конечно, нет. То есть это наша обычная жизнь. Сегодня утром мы начали с того, что мы до завтрака надели кроссовки и пробежались по району. И в Нью-Йорке половину нью-йоркского марафона он бежал со мной вместе с рюкзаком, давал мне водичку, зарядку для смартфона, там, я не знаю, витаминки, читал новости с родины, махал российским флагом. Ну, то есть это обычная наша жизнь, и нет ничего более естественного. Там, когда у тебя ЗАГС на берегу Невы, которая нас познакомила, когда играется этот гимн на Санкт-Петербурге, я никогда не была здесь на свадьбах и не знала, что тут гимн играется. А потом взять и побежать, что может быть проще и естественнее, чем вот эти вот все столы, там, возлияние, драки в конце свадьбы. У нас очень скучная свадьба, мы даже не пили. Просто потому что зачем. Об этом я тоже хотела у тебя спросить, являясь представителем всемирно известного спортивного бренда, да, ты несешь массы идею и мысль о трезвости жизни, да. Почему это сегодня актуально, как ты думаешь? Или это всегда актуально вообще? И почему для тебя это важно, такую идею продвигать? Это актуально всегда, но всегда будет та категория людей, для которых просто не имеет смысла об этом говорить, потому что это их норма, и всегда будет та категория людей, которая говорит, типа, а зачем? Зачем не пить? Ну, то есть, и ты всегда где-то между вот этими двумя удивлениями. Одни себе говорят, как бы и так это очевидно, да, зачем себе делать вот хуже, а другая категория говорит, что да что ты заморачиваешься, так же веселее. Поэтому, опять же, у меня есть какое-то свое понимание, как я хочу, да, и вот та ясность, которая в моей голове появилась, когда алкоголь полностью исчез из моей жизни, я не хочу ее ни на что менять, и мне она нравится, и если кто-нибудь, услышав меня, захочет попробовать так же, я буду только рада тому, что просто ты какое-то зернышко такое повисеешь в голову других людей, и может быть, это кому-то когда-то поможет сделать правильный выбор. А какие-то истории измененных жизней у тебя есть? Вот ты стараешься, ты работаешь, продвигаешь эту мысль, да? Есть ли какой-то отклик? Знаешь, это всегда очень, может быть, за кадром, потому что, вот казалось бы, я пишу песни, даже если не говорить там про мои спортивные какие-то увлечения, я просто пишу песни, и иногда месяцами, годами не понимаю, вообще кто-то слушает это или нет. Я не из тех, у кого там концерт там на каждый выходной, там на каждый вечер, и постоянный обмен, и вот такая вот движуха. Я очень как бы осторожная, я очень в этом плане неторопливая, и у меня нету постоянного вот обмена с людьми, и тогда, иногда там раз в несколько месяцев приходит какое-то сообщение, слушай, я вот тут вот сидел, вообще не понимал, зачем мне жить, а послушал твою песню «Давай». И вот просто последний куплет прослушал там раз пятнадцать на повторе, просто расплакался и там, не знаю, пошел жизнь свою менять. Ну, я очень условно говорю. Просто там такие слова «Дыши, даже если дышать очень больно, плыви, даже если не чувствуешь цель, живи, даже если никто не оценит». То есть даже если твой вклад в этот мир вот такусенький, это все равно твой вклад и ты должен быть здесь, потому что ты должен быть здесь и должен сделать это. То же самое я. Вот мои песенки, может быть, это вот такой вот вклад, но кто-то их когда-то услышал и пошел с гордо понятой спиной жить дальше свою жизнь и вносить свой вклад. Ты знаешь, вообще мне кажется, что какие-то мысли о мироздании, они, как правило, ведь людям приходят либо в самые темные времена, либо в самые счастливые моменты твоей жизни. И та самая лиричная песня, о которой я хотела сказать, это молитва. Я не могу на ней не сделать акцента. Она отличается, она выделяется из твоего репертуара. И тоже интересная история ее написания, что вдохновило, что предшествовало к тому, чтобы вести какой-то такой внутренний диалог с Богом. Да, это интересная песня и она действительно любимая многими людьми и для меня она тоже такая важная. Знаешь, каждый период жизни кажется, что вот сейчас еще чуть-чуть я поработаю и все, и прорвет, и прям вот прям сейчас все прокатит. И каждый раз ты понимаешь, что нет, так не работает, не будет такого, что ты сделаешь одно действие и тебя прям сейчас понесло вот по миру. И эта песня, она была вот в очередном спаде моем каком-то вот таком моральном, когда я понимаю, что так не работает, что нужно, если ты хочешь это делать, ты просто должна это делать каждый день, постоянно писать песни, писать музыку, выступать, пытаться находить этот путь к этой своей публике, которая порой вот так вот, вот так вот тебя не слышит, и ты должен все равно продолжать. И каждый раз думаешь, что все, вот если сейчас мне не выстрелит, то все, я больше не буду. И такой, типа, ножками топнуть, вот как детишки, вот, ну я тогда тоже не буду. Это случается периодически со всеми, и вот там, в этой молитве действительно мой диалог с создателем, в которой сейчас не буду пересказывать, кому интересно, это всегда практически в топе iTunes, вот если набрать Машу Кудрявцеву, молитва, где-то все время в первых песнях, просто какая-то просьба небольшого какого-то руководства, просьба направить, если я там ошибаюсь, просьба дать знак, если я правильно иду. И ну, я так живу, и эта песня, она вот хорошо, что ты мне напомнил, потому что очень часто мы как-то вот в быту как-то вот в какой-то рутине закапываемся и вообще перестаем слышать какой-то зов, слушать знаки, слушать наш внутренний голос, и каждый раз надо обязательно возвращаться к этому, туда ли я иду, то ли я делаю, нужно ли это кому-то, и где взять силы, чтобы продолжать. Для тебя Бог это отец, добрый отец, это судья, или это лучший друг? Хороший вопрос, никогда об этом не думала в таких терминах, вряд ли судья, потому что мы сами себе судьи, отец, это вряд ли я склонна как-то очеловечивать это понятие, для меня это, пусть это будут высшие силы для кого-то, пусть для кого-то это будет дяденька с бородой. Сложно сказать, прям я задумалась. И это здорово. А если бы можно было выбрать, то за что больше всего в жизни ты благодарна Богу? Это что-то одно. Я каждый раз когда ложусь спать обязательно где-то от пяти до десяти благодарностей у меня в голове. То есть когда-то я это себе как привычку привела, теперь я просто не засыпаю без этого. Потому что чем больше мы благодарим за что-то, тем больше нам этого дается еще. Я, конечно, благодарна за то, что я здорова и в сознании, и что я могу имея возможность жить в таком городе, будь то Москва, будь то Питер, я на самом деле до сих пор мотаюсь туда-сюда и по-прежнему можно сказать живу в двух столицах и могу учиться у этих людей, кто здесь живет, кто сюда приезжает, могу пользоваться всеми возможностями, которые здесь есть. Они есть и здесь, и там, и везде. И я благодарна за то, что у меня есть родители, они живы, что у меня живы бабушки, и я могу приехать к ним и быть внучкой. Я благодарна за отношения в моей семье, благодарна за вдохновение, которое почему-то оно меня посещает, значит, я буду продолжать делать то, что я делаю. И это самая важная ценность, потому что иначе зачем это все. Спасибо тебе огромное, правда, за такую трогательную и открытую беседу. И спасибо за месседж, который ты пытаешься нести в массы. Поэтому я действительно желаю тебе не просто удачи, наверное, а я желаю неиссякаемого вот этого вдохновения, потому что ты правильно сказала, если ты это делаешь, значит, это кому-то, да точно надо. Поэтому спасибо за то, как это есть, и за то, что сегодня к нам присоединилась. Спасибо большое, очень приятно было пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok